Ребята, развивайте в спорте не просто силу, но и собственный функционал. Это очень важно. Тренировки до работы и после – это скорее не хобби, а образ жизни, рассказывает мужчина. Михаил Грачев делает стрижки и сложное окрашивание уже более 25 лет. На своем профессиональном пути проводил и показы на мероприятиях, и участвовал в прямых эфирах на телеканале MTV Рязань. Теперь клиентов принимают в своей собственной, так сказать, брендированной студии. Несколько лет назад Михаил развелся и открыл в себе второе дыхание. Стал правильно питаться, позитивно мыслить, отказался от вредных привычек и начал ходить в спортзал практически каждый день. В принципе, спортом я занимаюсь всю жизнь, но после развода я стал уделять ему больше времени. У меня теперь уже более грамотное, сбалансированное питание. Мои тренировки – пять дней в неделю. К спорту я приобщил своих детей. Да, я живу с двумя детьми, у меня сын, дочь, они оба живут со мной, мы живем втроем. У нас большие успехи в спорте с сыном. Я похудел его на 30 килограмм за год. Да, у него были проблемы с весом, но сейчас нормализовалось и питание, и вес. Я пропагандирую здоровый образ жизни от отказа алкоголя, потому что спорт и без того дает огромное количество энергии, эндорфинов. Внутренняя гармония в человеке всегда притягивает позитивные события, уверены психологи. Точно так и в жизни Михаила произошел неожиданный и приятный опыт. Парикмахера-стилиста позвали сняться в программе на федеральном канале. Предложение стать главным героем свадебного ток-шоу «Давай поженимся» мастер по стрижкам и окрашиванию воспринял не только как шанс встретить свою любовь, но и в качестве возможности заявить о себе. Я не подавал никуда никаких заявок, друзья. Просто мне поступило предложение поучаствовать в этом ток-шоу, и я сразу же с удовольствием согласился. Ну, не каждый день, да, вам предлагают поучаствовать в ток-шоу на первом канале. На первом канале, к тому же, с такими знаменитыми ведущими. Были прямые, жесткие вопросы, но теперь я знаю, что я готов участвовать в любых проектах, в любых передачах. Это выход из зоны комфорта. Это выход из зоны комфорта. Это ты слышишь себя со стороны, волнуешься. Не знаешь, какая будет реакция гостей, ведь это не тот пост, который ты можешь опубликовать и удалить. Это первый канал, это ведь вся страна. Три невесты-красавицы, конечно, оставили приятные воспоминания после общения на передаче, признается Михаил Грачев. Но вот в сердце никто не запал. Так что парикмахер-стилист снова в поисках спутницы жизни. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».